лет вот что такое пупы вот это ключевое ключевое ну тот кто знает что такое пупыр тут меня новым днем скажу тот кто не знает о принципиально важно принципиально важно понять что такое пупы коллеги кто знает напишите все пожалуйста в чате кто знает напишите плюсик там знаем знаю что такое пупыр а тот кто минус напишите им минус не знаю что такое пупыр вот пришли те кто пишут сейчас плюсики это те кто опытные гидрологи те кто пришли ну просто пока просто так ничего нового я не расскажу да очень рад вообще-то что еще у меня вот сейчас вижу справа ведущий и гости вот вы гости считаете 1 2 3 там 11 человек вот вижу примерно половину знакомых фамилий и примерно половину незнакомых и вижу минусики Юлия написала минус Алексей и Слава и писали минусики так и 1 2 3 4 плюсика хорошо в общем чтобы активно двигаться дальше надо прочувствовать что такое пупыр наш результат это тот результат это самое главное в нашем разделе простого процесса это непосредственно нарисованный вот этот пробит или может быть не нарисованный может быть описанный тщательно как это изображено в виде отметок размыва размыва вправо влево или прямо нарисованный в принципе все равно это одно и то же правильно если мы его можем описать словами значит мы его можем нарисовать если мы его можем нарисовать начертить значит мы его можем и описать поэтому в принципе это одно и то же но это самое главное это то ради чего мы и пишем раздел все остальное это наша внутренняя кухня Это в нашем возня, мишура, разбирание с тем, как мы его можем, это обоснование. Все остальное это обоснование, последовательные шажки к обоснованию. Разбирание, что же с этой рекой происходит, что это за река, какие есть у нас исходные данные, что мы в поле там видим, что по картам видим, что мы понимаем, как это соотносится с теорией, как это соотносится с действующими наркотическими документами. Это все внутренние возня. Используем разные методы, вложение карт, вложение поперечников или еще каких-то, для того, чтобы оценить возможную планы, форматы возможной глубины. И все это в нашей внутренней возня. Это все мы делаем, 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 делаем. И этому мы не будем учиться, как это делать. Но результат все-таки самое главное. Цель. Цель это ППР. Это у нас результат, а у потребителей нашей информации, которыми являются проектировщики гидротехнических сооружений или другие какие-то сооружения, не гидротехнические, но на которые может воздействовать река, для них это исходные данные. То есть для нас это результат. На тебе, проектировщик. Мой результат. Он говорит, о, хорошо. Теперь я буду этого учитывать. Я буду этого бояться. Я буду использовать знания об этом ППРе, профиле предельного размыва, для того, чтобы правильным образом заложить трубу, поглужа, или правильным образом построить микрорайон на террасе, таким образом, чтобы его не размыло в ближайшие 50 лет. Значит, ППР. Что это такое? Вот если мы поймем, если вы поймете, что такое ППР, все остальное дальше у нас пойдет как по массу. Все остальное это будет уже ответ на этот вопрос. Какой именно ППР конкретно в этом створит? И это один из типичнейших, вообще, один из самых таких главных и обычных, и типичных ответов, которые мы даем в разделе про сон процессов, в отчете по негидротехнической. Есть еще другие вопросы, которые нам задают проектировщики, говорят, а вот что там будет, и другие наши ответы. Например, но это я потом расскажу. В основном, все равно мы будем заниматься ППР. Поэтому сегодня наша цель, вот ближайшие к нам оставшиеся 30 минут, это вот понять, что такое ППР. Так, что такое ППР? Это некий профиль. ППР переводится как не проект производства работы, не какая-нибудь еще другая расшифровывание этой аббревиатуры, которая может там прийти на ум. У нас, у русловиков, это называется профиль предельного размыва. Профиль ППР, профиль предельного размыва. Какие-то другие аббревиатуры встречаются, но они не распространены. Это какие-то местечковые другие аббревиатуры, которые нам не интересны. У нас есть вот такая, скажем, уже узаконенная. И мало того, она очень сильно узаконена. Вот эта аббревиатура ППР, что в переводе означает расшифровки профиль предельного размыва, она очень глубоко внедрена. То есть ее знают все эксперты, ее знают все гидрологи, она прописана во всех нормативных документах, то есть она уже внедрена очень сильно. Поэтому мы как аббревиатуру будем использовать ППР. А вот расшифровку сейчас и займемся этой расшифровкой, потому что профиль предельного размыва. Ну профиль понятно. Итак, что мы видим вот на этой картинке сейчас, которую сейчас вы видите в центре экрана. Это я кручу эту презентацию, ссылку на которую я вам дала. И вот у нас пятый слайд. На нем нарисованы черненькие, это некое условное современный поперечник в расчетном створе. Синеньким длиннортальной линии, это вот улик воды. Треугольничек тут с отметкой, это вот знак того, что это урез. Дата, правда, здесь не написана. Ну тут как бы не очень аккуратно он оформлен. То есть оформить этот профиль можно как угодно. Нам надо сейчас суть понять. Подписано, что это река какая-то, написано, что это левый берег. Есть какая-то шкала отметок подписанная. Есть какая-то шкала расстояния подписанная. Там слева-направо чего-то такого-то условного. То есть мы с вами все разобрали, кроме вот как раз этого ППР, который у нас является вот этой красной линией, корень. Эта красная линия. Сейчас я ее ввожу еще одной красной линией, уже поверх, вот для того, чтобы выделить ее. Некое такое корыто. Некоторое такое пошире, которое обнимает, как-то обволакивает, как-то расширяет то существующий поперечник русла, который вот черный. Это и есть результат. Это и есть КППР. Это и есть вот то, ради чего нас с вами нанимают в качестве русловиков или в качестве гидролога, который пишет разделы по русловым процессам. Это то, за что нам платят денежки. Это то, что нужно проектировать. За него он не в праве, то есть не то, что не в праве, он должен его учитывать, каким-то образом. Или за него, ниже него класть трубу. Или правее, или левее что-то строить. Или каким-то образом по-другому и по учитыву. Если он никаким образом не может трубу заложить ниже, или правее, или левее, то он должен тогда как-то по-другому проложить трубу там, скажем, выше или в пределах, внутри этого нашего пределного разума. Но потом уже принимать на себя ответственность за последствия, принимать на себя ответственность за необходимость там каким-то образом защищать, крепить, изменять. В общем, это уже потом его инженерное решение. Мы должны его вот таким образом предупредить, что вот такие разрывы могут быть. И тут очень интересно, получается, что что-то естественное, это русло какое-то естественное, какое-то волнистое, какое-то привычное нам, а вот этот ППР какой-то такой вот кондовый такой, такой, пинь-пинь-пинь, три каких-то линии, почему-то такие прямые какие-то, природа не терпит, да, острова Улло, или тупых даже. Что-то не то, да, то есть получается, что это что? Это означает, мы думаем какую-то хрень, да, мы думаем, что вот это русло шириной вот такой, да, вот сейчас там сколько там, пять метров, какое-то такое русло, что оно станет разнораться за расчетный период и влево, и вправо, и вниз, да, то есть, и что, это получается, что сейчас русло такое, а через 30 лет будет такое. Нет, вообще нет, в общем, в общем, в общем, не так. Вовсе не так. Это означает несколько другое. Это означает не профиль предельного размыва, а профиль наибольшего возможного размыва за период расчетный период, за период эксплуатации объекта, за садованный период, ну, просто за любой период, за конкретный период, за 30 лет, за 50 лет, за 100 лет. Внутри этого нашего корыта, вот этого нашего профиля переднего размыва, русло может двигаться влево-вправо, но не выйдет за его пределы. То есть, что там внутри этого корыта, внутри этого профиля ППРа будет происходить? В общем-то, на самом деле, не очень интересно и не очень важно. Мы даже можем не очень понимать, что там будет происходить. Нам важно, что русло точно не выйдет за его пределы. то есть, мы занимаемся не прогнозом, где русло будет. Оно не будет такое, и влево, и в право, и вниз. А мы говорим расчет, где русло не будет, что оно не выйдет до предела вот этого корыта. То есть, вот, смотрите, например, предположим, русло через 30 лет станет вот таким. Я сейчас в красной линии, пунктирной, провел новое положение русла, какое-то конечное, которое будет через 30 лет, через нас расчетный период. Ну и хорошо, значит, наша корыта, за пределы корыта русло не вышло. А может быть, оно через 30 лет станет вот таким. Вот я вторую такую линию провел, да, уже справа. Ну и хорошо, мы правильно сделали. А может, в течение этих 30 лет будет что угодно. 15 лет будет размываться влево, 15 лет будет размываться вправо. Каждый год будет каким-то образом размываться вниз. Хорошо. Главное, чтобы не вышло, чтобы за расчетный период, за эти 30 лет, вот эти разные положения русла, за каждый конкретный год, за каждый конкретный день, не вышло никогда за эту нашу вот объемлющую линию. И вот это принципиально важно. Мы делаем не прогноз, а расчет. Мы не говорим, где русло будет. Мы говорим, где русло не будет. Прогноз – это наука. Это вот русло будет там. А расчет – это практика. Мы говорим, вот там строить можно, а вот там строить нежелательно. И там каким-то образом прокладывать. Ну вот. так, кто помнит, то, что я вам сейчас говорил, здесь написано. То есть это у нас получается, официально мы говорим, что это ППР, профиль предельного размыла. Но на самом деле, это профиль возможного размыла. И не просто возможного, а наибольшего возможного размыла за наш расчетный период. И если это каким-то образом попытаться свернуть какой-то более емкий, короткий термин, то можно это назвать вот типа гарантийной линии. То есть что? Мы гарантируем, что русло, путешествуя туда-сюда, влево-вправо-вниз, и натворяя что-то там еще, потому что там, в пределах вот этой нашей линии, будет что-то делать, и ладно, и пусть делает. Но точно не выйдет за это в пределы этой линии. Вот такая гарантийная линия. Продолжение следует...